Согласно генплану нашей столицы, одна из станций метро должна появиться на пересечении улиц Сурганова и Якуба Колоса. Сегодня здесь располагается корпус БНТУ, который еще несколько лет назад именовали политехом. Потому и станцию метро здесь предлагают назвать политехнической. То, что политехнический институт, уже давно стал техническим университетом, не смущает и пассажиров метро. Неплохо там БНТУ рядом, хорошая машина. У нас есть политех, НЛТИ. Если она будет в тех проектах, то он может быть. Те, кто знает, что там политехнический институт, значит и политехническая будет остановка. Уже будет знать, где это такой район. С политехнической поезда будут следовать на станцию метро, которую предлагают назвать Киевский сквер. Она будет находиться на пересечении улиц Орловской и Гая. Побыч с Киевским сквером, у яким находится кинотеатр Киев, бульвар Шаученки, Побыч. Такие невеликие ковалочки в уголок украинской культуры и истории у столицы Беларуси. И абсолютно натуральным выглядит вот такая назва Киевский сквер, якая будет нагадывать безумно всем меньшанам про то и место, где они будут сбираться, выходить со станции метро. Кстати, в этом году исполнится 35 лет со дня открытия станции метро Минская, которая расположена в украинской столице. Хорошей альтернативой названию станции Киевский сквер может стать Киевская. Я за, если да. Да, там есть такая, кстати, остановка, и поэтому, я думаю, будет путаться, потому что там есть остановка троллейбусов, которая так и называется в Киевский сквер. Если так назовут еще и метро, то, мне кажется, у людей будет недопонимание. Конкретно чего, троллейбуса или метро? Мне кажется, что можно придумать что-нибудь более оригинальное. Следующую остановку на четвертой линии метрополитена предлагают назвать Ольшевской. Кстати, несмотря на то, что эта станция будет располагаться на улице Ольшевского, ее название имеет абсолютно иной подтекст. Справа у тем, что в Калистинах это место было вельми прыгожая вёсочка, якая называлась Ольшева. А в улице городская, якая заявилась на место разбуранной, знесенной вёски, стала Ольшевской. Али в 70-е годы в улицу переименовали гонор героя Советского Союза Ольшевского. И вот эта назва Ольшевская, и она повинна отродить забытый топоним, забытую сторонку истории нашего города, тех людей, которые калистина родились и жили у маленькой прыгородной вёсочцы Ольшева. А вот у будущей станции четвертой линии метрополитена, что расположится на пересечении улицы Притыцкого с проспектом Пушкина, и вовсе экзотическое название – Тивали. О, Тивали! Прямо что-то Франции повеяло! Тивали? Ничего себе! Интересное название, если честно, Тивали. Тивали? Это в честь кого-то? Кто-то, я не знаю, кто-то, что такое Тивали. Это историческое там место, оно было... Ну, в самом деле, классное название в Копенгадине, из парка Тивали. И это была такая же часть Минска Тивали. И вот это нормально. Хорошая. Еще одно название для станции метро четвертой линии «Тучинка», которая будет находиться на пересечении улиц Харьковской, Пономаренко и проспекта Пушкина, многим может показаться забавным. Тучинка. Четко так и ясно. Будут люди запоминать, когда проезжать. Такие у вас названия странные. Еще в довоенные годы здесь располагались кирпичные заводы. Горожане того времени называли этот район «Тучинкой». В будущем новая станция появится и на пересечении улицы Уманской и проспекта Держинского. Ее предлагают назвать «Берестейской». Отсюда поезда проследуют на локомотивную. Так планируют назвать станцию метро на улице Автодоровской. Это район, чигуночный район Минска, який связан с чигункой, с локомотивным депо и иншими чигуночными побудовами этого района. И название локомотивное, ну, павинно нам с вами допомогать, зразуметь, что чигунка мела важнейшее значение в истории нашего города. Возле будущего многофункционального комплекса «Минск.Мир» также построят станцию метро, которую назовут в честь данного объекта. Отсюда минчанам предлагают отправиться на станцию метро «Козырево». Козырево – это уникальный район Минска 19-го стагодзя. Это район сегодняшних улиц Маяковского, Козыровской, где селились рабочие чигуночники, які жили там целыми кварталами, які працавали на чигунцы города Минска. Кстати, во время голосования на сайте Мингорисполкома именно название «Козырево» меньше всего поддержали минчане. А вот Киевский сквер, наоборот, одобрило большинство горожан. Впрочем, пока результаты лишь промежуточные. Голосование за предложенное название для станции 4-й линии столичного метрополитена продолжается на сайте Мингорисполкома. А для тех, кто хочет предложить свой вариант названия, до 1 июня можно отправить письмо по адресу «Город Минск, проспект Независимости 6» с пометкой «Для УП – Дирекция по строительству Минского метрополитена». Согласно планам, кольцевая линия на карте Минского метрополитена получит реальное воплощение в 2030 году. А пока все силы брошены на строительство 4-х станций 3-й ветки метро. Они уже имеют и реальный вид, и утвержденное название – вокзальная, площадь Францишка Богушевича, юбилейная площадь и Ковальская слобода. Вот уже два года круглосуточно 2000 специалистов трудятся под землей, чтобы приблизить момент открытия новых станций. Самым крупным транспортным и пересадочным узлом станет станция метро «Вокзальная». С нее можно будет добраться буквально в любую точку столицы. Огромный фронт работы по ее строительству уже практически выполнен. Вестибюль и платформа будущей станции готовы. Сейчас работы ведутся над строительством пересадочного узла. Состояние станции метро «Вокзальная» сейчас в готовности в монолитных конструкциях процентов на 70. Предстоит основная часть строительства. Это отделочные работы, ее электрификация и сетевое подключение, скажем так. С опережением идет и строительство станции метро «Ковальская Слобода», которая расположена на пересечении улиц Жуковского и Воронянского. Все основные усилия на сегодняшний день ведутся по сооружению конструкции входа номер один. Значит, задачи стоят такие, что июнь, июль закончить строительство входа и уже приступить к восстановлению блога устройства. После завершения строительных работ эти станции будут оформлены по уникальным проектам. Планируется, что именно третья ветка станет самой автоматизированной. Все управление в поездах будет автоматическим. Задача машиниста – контроль движения. А защитное ограждение на платформе позволит избежать несчастных случаев. Через два года меньшане и гости столицы смогут насладиться новшествами столичного метрополитена и прокатиться по четырем новым станциям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова